Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня в рамках передачи «Новый русский» я предлагаю поговорить о русском диалектном или русском местном. Дело в том, что со школьной скамьи мы привыкли к русскому литературному языку. Именно его мы изучаем на уроках русского языка и литературы, именно о нем разговаривают учителя, именно о нем мы учимся в институтах и университетах, на нем транслируют свою информацию, средства массовой информации, но в целом мы должны понимать, что русский язык гораздо многообразнее, нежели просто русский литературный язык. Более того, интерес к диалектам, русским диалектам, сейчас обусловлен по всей видимости и так называемым бумом самоидентификации. Если еще в начале 20 века, в раннесоветскую эпоху, в 20-30 годы, в советском языкознании существовало представление о том, что диалекты обязательно умрут на наших глазах, то есть едва ли не в течение 20 века, потому что они отражают старую, кандовую, патриархатную культуру, которой нет места в новом мире, прекрасном новом мире, то в современной России зачастую игры с диалектами, с особенностями речи того или иного региона, с регионализмами, это тоже термин, который достаточно активно используется в современной лингвистике, становится обязательно частью идентификации того или иного человека, той или иной личности. В качестве примера можно привести достаточно сильный процесс, который идет в связи с донским казачеством в Ставропольском, Краснодарском краях России. Итак, если мы говорим о современном состоянии диалектов, то надо очень четко понимать, что в отличие от прогнозов столетней давности, диалекты современного русского языка живут, здравствуют и приносят множество сюрпризов не только диалектологам-специалистам, которые изучают региональные разновидности, в нашем случае русской речи, но и этнолингвистам, лингвокультурологам и этнографам. Прежде чем мы перейдем, собственно, к разбору диалектов, необходимо сказать о трех базовых отличиях диалектной речи от литературного языка. Во-первых, диалекты различаются на разных территориях. В отличие от просторечия, другой страты современного русского языка, которые на всей территории Российской Федерации представят в более-менее одинаковом виде, условно говоря, если человек склоняет слово пальто и говорит без пальта, то он может это сделать и в Калининграде, и в Мурманске, и в Москве, и на Дальнем Востоке. Так вот, в отличие от просторечия, диалекты все-таки серьезным образом отличаются в зависимости от территории, на которых живут те или иные диалектоносители. Второе базовое различие – диалекты имеют только устную форму. В отличие от литературного языка, который, безусловно, реализует себя в самом богатейшем потенциале на письме, диалекты не предполагают письменную форму, потому что издревле существуют исключительно в устной форме, передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Ну и область употребления диалектов, конечно же, сильнейшим образом отличается от области употребления литературного языка. Если у диалектов нет письменной формы, то на них невозможно говорить о новостях науки, экономики, политики. И, собственно, всю сферу использования диалектов сейчас мы можем свести к двум сферам. Это, собственно, повседневная обиходная речь и фольклор. Надо четко понимать, что диалектные черты присущи всем уровням языка. Условно говоря, уже на фонетическом уровне мы можем определить, что человек явно родился не в столицах или отражает какие-то диалектные особенности. Ну, например, мы сегодня будем говорить для большинства южно-русских говоров характерно так называемое «гфрикативное», которое, кстати, похоже на украинский звук. А для северно-русских характерно «г». И в этом случае, если мы услышим, как человек говорит, что он в холстуке прошелся под громкие аплодисменты куда-либо, то мы поймем, что это, скорее всего, человек, который родился, скажем так, южнее Москвы. Или, например, для ряда говоров, которые располагаются к западу от Москвы, ближе к белорусской границе, характерно так называемое губно-губное «в». Иногда оно, кстати, используется в качестве эпентеза, то есть прикрывает слово, которое начинается на гласный. Например, как и в белорусском, в некоторых западно-русских говорах мы можем услышать слова «в улица», «в умный» и так далее. На морфологическом уровне диалекты тоже представлены достаточно интенсивно. Отсюда мы можем услышать разнообразные, как будто бы исковерканные формы типа «гуляет» вместо «гуляет», «ходить» вместо «ходит», «у сестре» вместо «у сестры» и так далее. Мы сегодня будем об этом говорить. В меньшей степени описан синтаксис диалектной речи. Понятно, почему. Для того, чтобы реконструировать отклоняющийся от норм литературного языка диалектное управление, согласование, нужно иметь большие развернутые тексты. А так как письменных текстов у диалектоносителей нет, то получается, что синтаксис мы восстанавливаем из тех устных записей, которые ведутся за теми или иными диалектоносителями. Ну, в качестве примеров таких синтаксических диалектизмов, характерных, например, для южно-русских говоров, можно привести сочетание типа «смешно с тебя» или «гордиться за сына». Некоторые ученые, правда, считают, что это может быть влияние украинского языка, но в любом случае у южно-русских говоров такая особенность тоже есть. Но, пожалуй, наиболее интересное и для нас, и для исследователей диалектные черты, которые проявляются в лексике и фразеологии. И вот здесь главная ценность диалектов для русского языка вообще и для, не поюсь этого громкого слова, Российской Федерации в целом. Дело в том, что лексика и фразеология разных горов устроены по-разному. И к этой теме мы обязательно вернемся в конце, когда будем говорить и рассуждать о том, почему действительно так важно изучать диалекты, почему важно обращаться к этому кладезю народной мудрости и народных слов. И как многое лексика дает нам для того, чтобы представить мир более мозаично, более радужно, более интересно. Ну, в качестве присказки можно привести, например, характерные для уральских говоров и для говоров Алтая слово «растанок» или «растань», которое означает «перекресток дорог». Да, или, например, совершенно замечательный фразеологизм «быть недовольным умом» для обозначения сойти с ума. Понятно, что такого рода слова, используемые в речи образованного интеллигентного человека, придают определенный шарм, определенную экспрессивность. И в этом смысле они не только неуместны, они даже и желательны, потому что позволяют по-новому обыграть ту или иную ситуацию, по-новому взглянуть на обычные, казалось бы, явления. Если мы говорим о классификации русских говоров, то можно выделить как минимум четыре базовых классификации, которые в той или иной степени всегда учитываются специалистами в области диалектологии или фольклористики. Ну, во-первых, мы можем говорить о том, что существует классификация по отношению к литературному языку. И в этом случае говорят о говорах центра и говорах периферии. Не надо думать, что это сугубо географическая классификация, хотя, безусловно, реальная лингвистика здесь играет важную роль. Говорами центра принято называть среднерусские говоры, которые располагаются вокруг Москвы и чуть к восток от ее территории. Почему мы выделяем эти говоры в отдельную группу? Потому что именно на основе этих говоров, так называемого московского койне, в 15 веке закладываются основы того языка, который сейчас мы называем русский язык, русский литературный. Для того, чтобы он стал литературным, прошло еще несколько веков, но именно тогда, когда Москва начинает объединять вокруг себя бесконечно раздробленные княжества, тогда же и закладываются основы современного литературного языка. И вот тут мы как раз должны понимать, что практически все мировые литературные языки образовывались в результате оснований на том или ином диалекте, и в большинстве случаев это был именно столичный диалект, столичные говоры. И в противоположность этим говорам центра мы можем говорить о говорах периферии, то есть все те говоры, все те диалекты, которые не располагаются дальше от Москвы. По происхождению генетически, так уж происходит уже с 11-12 веков, мы можем говорить о том, что диалекты делятся на две крупных группы. В русском языке существует два, самый большой уровень членимости диалектологически является наречия, существует два наречия, северно-русская и южно-русская. Вот о них чаще всего и говорят, когда говорят о северных говорах и южных говорах. Мы чуть подробнее остановимся на этом ниже. По характеру исторического распространения мы можем говорить о том, что говоры бывают первичные, это так называемые говоры раннего формирования, которые образовались еще до 15 века. Дело в том, что русский язык, как и любой другой язык, долгое время представлял себя смесь разного рода диалектов разных племенных групп, которые обитали на территории будущей России. Вспоминайте повесть временных лет, которая начинается как раз с описания тех 12 племен, которые обитали в Киевской Руси. Замечу, что далеко не все из этих племен относились даже к славянской группе, но нам сейчас это не важно. И вот первичными говорами называются, условно говоря, те говоры, которые находятся в центре европейской части России. Исключается, кстати, крайний север и крайний юг. И все, что до Урала. Первичным говорам противопоставлены вторичные говоры. Это говоры территории позднего заселения, которое происходило после 15 века. Сюда относятся средние и нижние по Волжье, когда Иван Грозный покоряет Казань и всю территорию, которая до того была обжита тюркскими народами, вводят в состав Руси. Это Урал, Кубань, Сибирь. Вот здесь происходит чрезмерное смешение, собственно, русских говоров с речью местного населения. Проявляется своя территориальная специфика. Но в отличие от первичных говоров, вторичные говоры представляют собой меньший интерес, потому что они уже являются производными по отношению к первичным говорам. Ну и можно говорить, пожалуй, главной классификацией говоров и диалектов – это по языковым особенностям. И вот здесь мы должны понимать, что все, что мы называем диалектным русским языком, на самом деле предстает у себя разноуровневой мозаикой. Минимальная единица диалектов будет считаться говор. Говор – это регионально-территориально ограниченная, обычно, кстати, одной несколькими деревнями разновидность языка, которая обслуживает интересы очень конкретных местных жителей, весьма небольшого по количеству человек. Говор объединяется в группы говоров, и это уже более масштабное явление, это более территориально-экспансивная структура, это большее количество говорящих. И самым высоким уровнем членения диалектного языка русского является наречия. Как я уже говорил, это северно-русская и южно-русские наречия. Здесь нам необходимо вспомнить еще один момент, прежде чем мы перейдем к описанию собственных диалектов, что существует как минимум две диалектологические карты русского языка, каждый из них представляет особый интерес, но на одной мы останемся чуть подробнее. Их вы легко найдете в любых учебниках по диалектологии или с помощью интернета. Первая диалектологическая карта русского языка была создана до революции в 1915 году московской диалектологической комиссии под редакцией знаменитого академика Шахматова. Интерес этой карты состоит в том, что впервые в истории русского языка на карту было нанесено все то, что связано с диалектами. Она охватывала всю территорию распространения языка в Европе, отражала распространение украинского и белорусского языков, потому что тогда они рассматривались как разновидности русского языка. И в этом смысле карта безусловно была передовым опытом науке начала XX века. Однако времена меняются, наука развивается, и следующая карта, которая является базовой для современной лингвистики, создается в 1964 году в Лоне Академии наук, тогда Союз Советских Социалистических Республик. И вот она уже представляет собой меньшую по объему карту. Здесь отсекается по понятным причинам Белоруссия, Украина. Здесь не рассматривается северная часть европейской части России, потому что считают, что там Говард тоже относится скорее к вторичному порядку. И большая часть современной Воповолжья, южной части Российской Федерации, Ставропольский Краснодарский край, тоже не рассматриваются как первоначальная территория бытования русского языка, поэтому карта с одной стороны оказалась меньше по размеру, но более содержательной, потому что уровень членения языков, безусловно, Говардов и диалектов, безусловно, оказался выше и интереснее. Если же задаться вопросом, а сколько всего Говардов существует в русском языке, то здесь мы становимся на достаточно зыбкую почву, потому что никто до конца не сможет вам назвать конкретных цифр. Почему? Потому что вслед за развитием диалектологии, вслед за увеличением количества диалектологической экспедиции, ученые все больше и больше узнают о составе групп Говардов, диалектов на речи на территории Российской Федерации. Принято в общих чертах считать, что сейчас помимо северно-русских и южно-русских Говардов есть пласт от тех Говардов, которые совмещают в себе особенности и первых, и вторых их называют среднерусскими. Считается, что северно-русских Говардов что-то около 20, среднерусских меньше, около 10, ну и более 30 южно-русских, хотя ученые отмечают, что скорее там разница в фонетике, нежели в словарном составе. Словарный состав в целом напоминает, имеет больше сходства, нежели различий. Ну и в качестве примера того, как работают современные дилектологи и какого высочайшего уровня достигла современная наука о русских диалектах, я хотел бы остановиться на нескольких словарных проектах, которые, с одной стороны, вы можете, опять же, найти в интернете, которые позволяют представить себе разноаспектность бытования диалектов на территории современной Российской Федерации. В качестве примера словаря, который посвящен говору одной деревни, отмечу, кстати, что такие словари начали создаваться еще в довоенную эпоху, но большой, крупномасштабными проектами они чаще всего не становились. Так вот, в качестве такого замечательно интересного в шести томах словаря конкретного говора я бы привел словарь говора деревни Акчим Пермской области. Обратите внимание, в заголовок вынесен говор деревни, то есть весь словарь, а это более двух миллионов карточек, естественно, что не все они попали в словарь, но в целом шесть томов, это, согласитесь, достаточно большой труд. Это словарь, первый в России полностью опубликованный, относится к разряду так называемого полного типа. Полного типа диалектизм на словаре подразумевает, что туда включены не только собственные диалектизмы, то есть слова, которые характеризуют тот или иной говор, тот или иной диалект, но и все слова литературного языка, которые были зафиксированы в беседах с диалектоносителями. Правда, надо сказать, что по причинам, скажем так, независящим от ученых, первые два тома отличаются от последующих вот в чем. То есть, если вначале все слова публиковались вместе, и литературного языка, и диалектные, то по экономическим причинам составители словаря были вынуждены поменять структуру, и, собственно, словарь представляет полностью весь диалектный материал, который был собран на протяжении нескольких десятилетий в деревне Акчим, а вот литературная лексика дается просто в качестве приложения. Ну и еще раз подчеркну, что словарь представляет собой активный лексический запас, то есть это реально все те слова, которые были собраны диалектологами в течение нескольких экспедиций, то есть это ничто не придуманное, не подобранное из каких-то бумажных стучек, нет, все это сохранилось на магнитофонных записях, все это существует, обработано. И очень важно, что это северно-русский типичный для Урала народный Говор, то есть, по большому счету, мы можем говорить о том, что перед нами такого рода маленькая модель словаря отдельного северно-русского Говора, и этот труд, безусловно, достойный уважения и, безусловно, невероятно интересен с точки зрения того, как им можно пользоваться в разных аспектах. Но, надо сказать, что когда диалектологи Пермского университета, я забыл сказать, да, что словарь Говора деревни Акчим был создан на кафедре Пермского университета, тогда же появилась задумка создать полный словарь диалектоносителя. Казалось бы, зачем это нужно? Зачем описывать словарь одного конкретного человека? На самом деле, интерес к языковой личности как к некоему языковому индивиду, обладающему своей языковой картиной мира, у которого свои представления о языке, да, связанные с, в том числе, языковой рефлексией. Это невероятно потрясающая задача, которая возникает, идея которой возникает еще в 60-70-е годы, в 90-е годы в связи с антропоцентрическим поворотом в лингвистике. Это становится невероятно интересно для широкого круга лингвистов. И российской лингвистики есть чем гордиться. Я имею в виду подвиг ученых Томского университета, которые создали впервые в истории, не побываю сказать, мира полный словарь диалектно-языковой личности в четырех томах 2006-2012 год. Вот так выглядит первый том, и надо сказать, что это действительно невероятный труд, который собирался с 1981 года до 2004 года и связан с описанием языка одного конкретного человека, одной конкретной женщины, которая живет в деревне Вершинино Томской области. К ней за вот эти несколько десятилетий выезжали 57 раз экспедиции директологические. Картотека составляет не меньше 100 тысяч контекстов. В авторском коллективе составители словаря принимали участие 40 лисикографов из Томска, Новосибирска, Кемерово к Кокшетау. И вот, собственно говоря, за 6 лет был создан вот этот четырехтомный словарь, который, еще раз подчеркну, является уникальным графическим проектом в истории не только отечественной науки, но и всемирной. Почему нам это интересно? В качестве примера я бы хотел взять достаточно понятное распространенное слово, которое, еще раз обращу внимание, описано именно в языке одной конкретной женщины – Веры Прокопиным-Вершининой. Для начала мы возьмем словарь современного русского литературного языка, второе издание – это не принципиально, и посмотрим, каково количество значений у слова «баба». Баба. Первое. Да, все слова, естественно, в литературном языке, слово «баба» идет с пометой «просторечный», то есть это не литературное слово. И какие значения мы определяем? Первое – замужняя крестьянка. Второе – жена. Третье – женщина, обычно с оттенком пренебрежительности. Четвертое – о робком и нерешительном мужчине или юноше. Пятое – то же, что и бабушка. Шестое – фигура из снега камня, напоминающая человеческую. А вот что мы находим в словаре одного конкретного человека. Баба. Первое. Женщина вообще. Тоже баба-то какие-то нончи, прям не дай бог. Второе. Жена. У мишки баба такая толщина и высока. Третье. Мать отца или матери по отношению к внукам. Более интимно, чем бабушка. А Андрюша наказывает, пусть баба-дрова не колет, я приеду. Четвертое. В сочетании с именем собственного употребляется для обозначения пожилой близкой родственницы, не являющейся матерью отца или матери. Менее интимно, чем баба-три. Меня коля, племянник. Тоже трезвой. Тетя Вера зовет. Она пьется. Баба-Вера. Баба-Вера. Пятое. В сочетании с именем собственного употребляется как неродственное обращение к пожилой женщине-старухе. Наташка, кто-то приходила. Баба-Вера, меня послали к вам. Шестое. Особь женского пола у животных. Самка, ну так самка или мужик или баба женского пола. И седьмое. Человеческая фигура вылеплена из снега. А из снега лепили? Лепили, баб лепили, все это. Что мы видим? То есть формально, казалось бы, количество значений у слова баба в языке Веры Прокупенко-Вершининой отличает всего на одну позицию. Но мы понимаем, что это другое, качественно другое представление о слове. Здесь нет упоминания о мужчине, обратите внимание. Здесь нет упоминания о невоспитанной, бронливой женщине, которая характерна для словаря литературного языка и для, собственно, того, что мы находим в академических, графических источниках. И вот тут мы понимаем главное отличие диалекта от литературного языка. Ученые говорят о так называемой номинативной сетке, то есть о тех словах, которые мы используем для того, чтобы членить мир, окружающий нас. И вот получается, что в диалекте есть только то, что нужно диалекту-носителям. То есть в диалекте действительно мы не найдем научных терминов, потому что наука не релевантна для носителя того или иного диалекта. В диалекте скорее важна, если мы посмотрим на слово баба, важны родственные отношения, важны социальный статус знакомый или незнакомый человек, о котором идет речь. Дальше мы увидим, что даже слова, связанные с этикой, зачастую предстают в другом виде, нежели в литературном языке. Более того, понятно, что существуют словари не только конкретных говор в той или иной деревне, но и словари целых наречий. Наречий, правда, в данном случае, когда мы говорим об этом словаре, словарь областного вологодского наречия, это скорее группа горов или диалект. Я взял опять же такого рода словарей. Слава Богу, за два века существования дилектологии в Российской империи, в Советском Союзе и в современной России существует огромное множество. Я взял в качестве примера просто словарь, этот словарь вологодского наречия, потому что все мое летнее детство прошло в Вологодской губернии, и те примеры, которые я нахожу в замечательной работе Прокопия Александровича Телаторского, которая была опубликована впервые в 1902 году, они мне близки и понятны, потому что большинство из этих слов я слышал от собственной бабушки, которая не умела ни читать, ни писать, но была невероятным балагуром и говорила на настоящем вологодском наречии. Посмотрите, какого рода слова мы находим в этом словаре, я взял случайно букву Б, но читаю подряд те слова, которые здесь приведены. Басёна, щеголиха, женщина, которая любит рядиться. У него девка-то басёна. Басёнка, любящий или любящий говорить, сплетничать, то есть передавать не совсем так, как было сказано. Ой ты, басёнка, ляпай, ты сама не знаешь чего. Басенька, овечка, овца. Басенький, нарядный, красивый. Басить, украшать, щеголять, фронтить, хорошо одеваться. Баситься, щеголять, фарсить, наряжаться. Баска, вот это слово, которое до сих пор используется в огромном количестве северно-русских говоров и которое просто вот веет бабушкой. Баска, хорошо, красиво, нарядно, затейливо, богато. Баской, и кстати, с вариантом ударения баски, нарядный, красивый, хороший, щеголеватый, пригожий. И вот мы понимаем, что в этих словах уже есть какое-то свое, деревенское, может быть наивное, но представление об этике. То есть басенка – это хорошо, а басить и щеголять – это уже как-то не очень хорошо. Баски – это красиво. А есть специальные слова, которые характеризуют женщину, которая сплеченщит, и это плохо. И вот это невероятно интересно с точки зрения этнографии рассматривать структуру словаря и собственно те или иные слова, которые отсутствуют в литературном языке, но которые характеризуют, например, этический компонент человеческого поведения. Здесь тоже можно открыть множество интересных вещей. Ну и чтобы закрыть, почти закрыть тему лексикографии, безусловно, мы не можем обойти вниманием самый грандиозный проект, который существует в России с 1964 года. Это словарь русских народных говоров. Сейчас последний том, 49-й, вышел в 2016 году. Том заканчивается буквой «Х», так что, по всей видимости, в ближайшее время мы увидим полностью сформированный на бумаге словарь русских народных говоров. И это действительно уникальный проект, в который включены большинство этнографических и дилектологических записей, которые были собраны на территории, опять же, Российской Федерации Советского Союза и современной России с 20-х годов 19 века, когда впервые ученые, любители, этнографы стали собирать слова, не характерные для литературного языка. Собственно, в этом словаре, безусловно, огромную роль для этого словаря играет словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. И это действительно грандиозный проект, потому что по количеству слов, которые должны будут описаны в этом словаре, он самый большой на материале русского языка, когда-либо существовавший и существующий. Здесь будет больше 300 тысяч слов. Напомню, что большой толковый словарь русского языка, однотонный под редакцией Сергея Александровича Кузнецова включает в себя 130 тысяч слов, то есть 300 тысяч, более 300 тысяч слов только диалектных. Ну и в качестве примера того, о чем может позволять рассуждать диалектный словарь, я приведу слово, которое в русском литературном языке, если мы можем взять опять же словарь современного русского литературного языка на букву Д, поверьте, есть слово детеныш, которое является то, что в науке называется моносемантом, то есть у этого слова только одно значение. А в этом словаре русских народных говоров мы находим следующее. Детеныш. Птенец лесной птицы. Второе. Плоская, меньшая вьюшка в печной трубе. Третье. Маленькая головка подсолнуха или початок кукурузы при наличии основных нормальных. Четвертое. Маленький срубик на дне колодца, наполненный углями с песком, в том случае для очистки воды. Пятое. Второе. Малая тягла при упряжке быков в ермо. Шестое. Часть плетеной ловушки для рыбы. И, собственно говоря, есть отдельный аммоним детеныш для обозначения детеныша животных. И вот мы видим, что у этого слова есть шесть значений, которые не существуют в литературном языке. И каждое из этих значений востребовано, каждое из этих значений нужно тому или иному говору и отражает картину мира того или иного той или иной деревни, той или иной станицы того или иного региона России. Итак, как я уже сказал, русские диалекты делятся на две большие категории. Северно-великорусское наречие или так называемые северные диалекты и южно-великорусское наречие или южные диалекты. Допустим, если мы возьмем литературную фразу «вчера шел снег», то на севере мы можем в одном из регионов услышать как «вчера шел снег», а в южном диалекте «учера шел снег». И вот мы понимаем, что на уровне фонетики эти диалекты серьезнейшим образом отличаются. Ну, базовое различие, о котором знают уже школьники, это произносение или не произнесение звука «о» в безударной позиции. Так называемое «оканье» характерно для северно-русского наречия. В этом случае звук «о» всегда произносится как «о» без какой-либо редукции. Ну, например, «соседка вчера посидели, молока пупили, про мальчишек поговорили». Это будет «оканье». А «аканье» это то, что характерно для южно-русского наречия и литературного языка. В данном случае это не развлечение «о» в безударной позиции. Однако вот этой оппозиции «оканье» и «аканье» разница между северным наречием и южным наречием не исчерпывается. Для северного наречия характерно «г» взрывное, так же, как и, кстати, в русском литературном языке, и поэтому на севере вы слышите «говорю», «гаркает», «гремит», «горохочет» и так далее. В отличие от южного наречия, где мы услышим «гфрикативное» «гремит», «гавкает» и так дальше. Для северного наречия характерно так называемое «ёканье» это произношение безударного «о» после мягких согласных. Мы привыкли со школьной скамьи, что «ё» это «о» всегда под ударением. Так вот, для северного наречия это вовсе не обязательно, и на севере Вологодской губернии, в Архангелгородской области вы можете услышать «несу», «веду», «полю», «байут», «идитю» и так дальше. Да, то есть ситуация невозможная в литературном языке. Дальше. Очень интересная особенность северного наречия это отсутствие звука «ё» в так называемом интервокальном положении, то есть между двумя гласными. В некоторых случаях это создает еще и процесс так называемой «стяжки». То есть, например, вместо «делает» мы услышим «делать», вместо «знает» — «знат», вместо «нова» — «нова», вместо «молодая» — «молода». В связи с этим диалектологи очень любят рассказывать анекдот, связанный как раз с различием северно-южно-русского наречия. Выходит из Архангелогородской губернии, устраивается на работу вахтовым методом где-то на юге России, заходит в столовую, и буфетчик обращается к нему «гуляш», на что житель севера отвечает «тене», я просто пообедать пришел. Для фонетики северного наречия характерна еще очень интересная особенность, связанная с так называемым цоканем. Кстати, эта особенность отражена еще в древнейших новгородских летописях 12-13 века. Цокань — это не развлечение звука «ц» и «ч», и совпадение его либо в «ц», либо в «ч». Есть еще и чокань, и считается, что чокань — это разновидность цоканье. То есть, действительно, в некоторых юго-западных регионах Псковской губернии можно услышать в предложении что-нибудь типа «целый день расческой тёлку расчесывало», то есть «целый день расческой чёлку расчесывало». Ну и обратно, можете заменить звук «ц» на «ч» и получите пример с чоканем. Для северного наречия характерна такая особенность, как существительность с уменьшительным суффиксом «ушк» и «ишк», склоняются как существительность второго склонения, а не первого. То есть, если в литературном языке есть слова «дедушка» и «мальчишка», то в северно-русских диалектах это будет звучать как «дедушко» и «мальчишко», и в результате формы падежей будут выглядеть несколько иначе. Ну и из особенностей грамматики северно-русских говоров можно привести очень древний суффикс, который был характерен для общеславянского и старославянского языка. Это суффикс «ти». Вместо «ходить» на севере скажут «ходить», и вместо «носить» – «носить», и вместо «знать» – «знати». То, что касается южно-русского наречия, здесь есть тоже свои особенности. Первая, как мы уже говорили, это «аконя». Вторая ярчайшая особенность это фрикативный, который в слабой позиции дает нам оглушенный «х», то есть, например, с одной стороны «говорю» или «пироги», а с другой стороны «пирог». Еще одна особенность – это так называемое «яконье», то есть там, где в литературном языке мы произносим «е» безударное, в южных говорах будет произноситься «а», то есть вместо «несу» будет «нясу», вместо «в лесу», «лясу» и так далее, и тому подобное. Если мы говорим о такой замечательной и, кстати, тоже очень древней, видим, отражающейся состояние общеславянского языка фонетической особенности южного наречия, как произнесение звука «хв» на месте «ф». Напомню, что с пятого класса мы знаем, в учебнике русского языка это написано, что в русском языке нет исконно славянских слов, которые бы содержали звук «ф», букву «ф», то есть как только мы видим букву «ф», это 100% гарантирует нам, что слово неславянского происхождения. Так вот, на месте звука «ф» в части южно-русских говоров или, например, в брянском диалекте используется звук «ф». Вместо «кофта» – «кохта», вместо «фонарь» – «хванарь», вместо «хворост», вместо «фартук» – «хвартук». Ну и если мы говорим о каких-то грамматических особенностях, то одна из особенностей южного наречия связана с тем, что в них не различаются безударные окончания первого и второго спряжения, то есть можно услышать «пишут», «колют», «дышут», «носят», и это, собственно говоря, характерно для многих южных говоров. Ну и еще очень интересная особенность, связанная с влиянием на русский язык, точнее, на его просторечие. Дело в том, что произнесение безударного «а» как «о» как раз характерно для южных говоров. Именно отсюда, именно оттуда приходит в русское просторечие вот эта чудовищная форма «уплотят» вместо «заплотят». Или, например, для южных говоров характерно смещение ударения на окончание формы множественного числа существительных мужского рода. Именно с юга в России через просторечие и уголовный орго пришли такие формы как «волки» или «воры» вместо «волки» и «воры». Сюда же, кстати, относятся, например, форма «орехи» вместо правильного «орехи». Ну и если мы говорим о самых интересных вещах, это, конечно, то, что касается лексических различий между южными и северными говорами. Ну, например, приспособление для вынимания гашков из печи на юге будет называться «рогач», а на севере – «ухват». Если на юге «пахать» будет для обозначения глагола «пахать» будет использоваться глагол «пахать», то на севере до сих пор сохраняется очень древнее общеславянское слово «орать». Если на юге «говорить» будет «гуторить», то на севере «байт». И мы понимаем, что лексические диалекты тоже серьезным образом различаются. И еще один момент, на котором я бы хотел остановиться, дело в том, что диалектология так или иначе тесно связана с этнографией. То есть, когда мы описываем тот или иной язык, мы неминуемо сталкиваемся с описанием каких-то реалий, которые городскому жителю или жителю не сельской местности будут просто непонятны. В качестве примера я бы хотел привести слово «горбуша». Конечно, большинству русскоязычных образованных людей известно слово «горбуша» для обозначения «рыбы». Однако это очень древнее слово в северно-русских «говорах» обозначало специальную форму косы. Вот как этот предмет описывается в газете «Архангельские губернские ведомости» за 1867 год. Цитата. «Прежде, до времен Петра Первого, горбуши составляли единственное орудие для козьбы по всей России. Ныне они доживают свои дни только в отдельных лухих местностях, именно в губерниях Вологодской, Оланецкой и Пермской, и в некоторых местах Сибири. Подозреваю, что журналисты конца, или правильно сказать, середины XIX века не очень хорошо осознавали, что на самом-то деле перед ним был этнографизм, и горбуша, как горбуша, существовала в первую очередь на севере России. Ну и для того, чтобы показать то, что в современной науке называется лингвокреативность, то, каким богатейшим потенциалом обладают русские диалекты, мы возьмем с вами пример, который я нашел в лексическом атласе русских диалектов. Это невероятно интересный проект Академии наук, который описывает названия растений, животных, предметов обихода в зависимости от регионов современной Российской Федерации. И вот мы возьмем с вами в качестве примера гриб, который называется дождевик или дождевой гриб. Посмотрите, пожалуйста, как по-разному в разных диалектах называется этот замечательный гриб. Баня, банька, бздюха, бздюха, бздушка, дождевик, дождевик, поддержевый, дымарь, дымовик, дымовуха, дымовушка, дымка, дымок, печки, порхавка, порхалка, пороховик, пороховник, пороховица, пороховница, пуховка, васька-топись, печка, заяча-картошка, мышиная баня, волчий табак, медвежий табак и так далее там подобное. Это еще не все слова. Более того, интересно, что вот этот таттл создается, опять же, с привлечением нового диалектологического материала и выясняется, что даже вот в этом огромном словаре русских народных говоров, еще раз подчеркну, который создан на картотеке, которые собираются уже больше двух веков, часть этих слов нет. О чем это свидетельствует? О том, что диалекты не умирают. Диалекты продолжают создавать необходимые для диалекта носителя слова и продолжают членить мир в том виде, в котором они нужны данному региону, данной территории. И даже эти немногочисленные иллюстрации, только наименование одного конкретного гриба, говорят о том, что вообще-то у русских диалектов все не так уж и плохо с будущим. Да, понятно, что какая-то архаичная лексика уйдет вместе с теми предметами, как коса-горбуша, потому что они перестают быть актуальными. Но что-то, что-то обязательно останется. И для того, чтобы закончить эту мысль о том, почему мы должны вообще говорить о диалектах и что нового привносят диалекты, я бы хотел обратиться к мысли знаменитого лингвиста Льва Владимировича Щербы, который еще в 20-е годы 20-е века писал о большой значимости диалектов любого языка для литературного языка. И в том числе в ряде работ Лев Владимирович обращался к русской дилектологии, к соотношению русского литературного языка и русских диалектов. Так вот, в одной из работ мы находим следующую цитату. «Если бы литературный язык оторвался от диалектов, от почвы, то он, подобно Антею, потерял бы всю свою силу и уподобился мертвому языку, которым является например, латинский». Спасибо.